Ремонт фонтана и реконструкция при вокзальной площади. Эти работы внесены в мастер-план развития Биробиджана. Жителей ЕАО, обратившихся за помощью после укусов клещей, стало почти на треть больше, чем в прошлом году. В области регистрируются единичные случаи заражения энцефалитом и боррелиозом. Дожди или солнце. Тиноптики рассказали, какая погода ожидается в Биробиджане в ближайшие дни. Кадеты ЕАО в тройке лидеров. О результатах соревнований Школа безопасности 2023 рассказали на Авторадио. Неисправности в сооружении фонтана на привокзальной площади выявили городские коммунальщики. Именно поэтому его использование сейчас затруднено. Из-за трещины чаши архитектурной формы есть риск разрушения всей конструкции. Потому мэрии областного центра принято решение текущим летом его не запускать. Ремонт предполагается осуществить в рамках планируемой реконструкции всей привокзальной площади. На сегодняшний день в рамках работы над мастер-планом мы прописываем реконструкцию всей привокзальной площади, в том числе и фонтана, в поручение. И надеемся, что когда подпишется и утвердится мастер-план, то мы будем получать финансирование уже на полную реконструкцию всей привокзальной площади. Потому что отдельно заходить сейчас в фонтан тоже нецелесообразно. Напомним, мастер-план областного центра – документ, объединяющий элементы генерального плана и стратегию социально-экономического развития территорий, разрабатываемый в том числе, опираясь на мнение жителей города. С предварительным вариантом документа уже ознакомили губернатора автономии. Готовые проекты развития 25 городов всего Дальнего Востока планируются представить президенту России в сентябре в рамках Восточного экономического форума. Андрей Кирюшин, Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости 21. В медицинские организации ЕАО с начала эпидемического сезона обратились 560 человек, укушенных клещами, в их числе 195 детей. В областном управлении Роспотребнадзора отмечают, что в этом году число случаев присасывания клещей к человеку выросло на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Специалисты уже обследовали более 800 особей клещей, как снятых с людей, так и отобранных из дикой природы. По результатам лабораторных исследований в клещах были выявлены практически 20% зараженность бролиозом, а также 1% энцефалита. Выявлялись случаи анаплазмоза и архелиоза. На сегодняшний день на территории области лабораторно подтверждены и установлены диагнозы один случай энцефалита у ребенка и один случай бролиоза у взрослого. Все с благополучным исходом. Важным направлением в профилактике инфекций, передающихся клещами, является окорицидная обработка местности. В этом году в ЕО ее провели на площади около 140 гектар, в том числе и на территории оздоровительных организаций. Не менее важна и иммунизация населения. Против клещевого энцефалита уже привились около 12 тысяч жителей еврейской автономии. Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости, 21. С воскресенья территория области находится под влиянием фронтальных разделов китайского циклона. После жаркой недели Биробиджан накрыли ливневые дожди, но продляться они недолго. До середины недели будут идти дожди различной интенсивности, местами, возможно, грозы. А 27 июля циклон сместится на восток. Существенных осадков уже не ожидается. Синоптики отмечают, что температурный фон обещает быть довольно высоким. Ночью воздух прогреется от плюс 15 до плюс 22 градусов. Днем от плюс 25 до плюс 33. А это значит, что уже совсем скоро в области снова становится ясная погода. Юлия Петрова, Денис Листюхин, Новости, 21. Сегодня на Авторадио говорили о 18-х межрегиональных соревнованиях школы безопасности среди школьников Дальневосточного федерального округа. Соревнования прошли в окрестностях Уссурийска. Наша область была представлена двумя командами в двух возрастных группах. Младшие ребята пока получили лишь свой первый соревновательный опыт. А вот кадеты старшей группы добились неплохих результатов в пожарной эстафете, комплексно-силовых упражнениях и в творческом конкурсе «Визитка команды». В трех видах соревнований наши ребята вошли в тройку лидеров, что очень приятно. Если некоторые команды из других регионов снимались с этапов соревнований, то наши шли до конца и прошли все этапы, что очень радует. Такую закалку и подготовку ребята получают в трех кадетских классах, организованных при детском доме номер два. Несколько раз в неделю кадеты из разных школ города, а также Волгейма и Пронькина, изучают медицину и психологию, проходят тактико-специальную и общефизическую подготовку. При окончании школы и при выпуске кадеты получают профессиональное удостоверение спасателя и льготы для поступления в вузы МЧС. Ну а пока сейчас можно поступить в кадеты. Набор открыт. Подробности в записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21. Новости 21.